Я же хотел еще быть мафией. Ты хотел быть мафией? Ну вообще мне хотелось. Мне кажется, интереснее так. Ну вообще... Смотрите, он сейчас сказал по... Искренне. Искренне. Он сказал сейчас искренне, и я бы даже... Либо хорошо сыграл. Не-не-не, я Саша, мне очень... Просто если человек играет первый раз, ну не знаю, мне как... Почему-то как-то я тебе верю. Тебе верю. Нет, сейчас вот он сказал, и это было искренне, по-настоящему. Я почему-то интуитивно показала, что это Лена, вот как-то энергетически справа я почувствовала какое-то волнение. Но когда все начали подозревать Сашу, у меня все внимание переключилось на него. То есть теперь я сомневаюсь. Но все-таки Лена у меня попадает почему-то под подозрение. Лена волновалась, когда посмотрела карту. Она сейчас... Знаешь, когда она говорила, что... Чуть-чуть говорила, а сейчас... Да, да, да. Я совсем... Да, да, я не такая. Но, опять же, это можно, конечно, скинуть на то, что все-таки первый опыт какого-то телевизионного эфира, безусловно, это усложняет задачу. Это понятно, люди незнакомые, да, все равно как-то не очень комфортно себя ощущаем. Но мне кажется, что, опять же, вот тот же Роман, он, мне кажется, как раз не волновался, когда карту посмотрел. А вот вы вдвоем, что-то мне кажется... Так ты же сама сказала, что волнение – это нормальная ситуация. Но дело в том, что она нормальная, конечно, она просто бывает разная тоже волнение. Друзья, я с прискорбием извещаю вас о том, что время первого обсуждения закончилось. Мы говорим еще одну речь, обвинительную уже теперь речь. В конце этой речи, пожалуйста, оставьте одного кого-нибудь в качестве обвиняемого. Начинает говорить обвинительную речь господин Яйкин Александр. Я вот, мне кажется, это Валентин. 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 Я не... Ну, просто мне кажется, что это Валентин, да. Я записал Валентина. Говорит Валентин. А я все-таки думаю, что это Саша. Я не буду просто изменять себе. Поэтому... Я понял. То есть Валентин? Да, это Саша, да. Зафиксировали. Дальше говорит Даша Сагалова. Моя интуиция мне подсказывает, что с первого выстрела мы не попадем в мафию. Вот почему-то мне так кажется. Потому что у меня Валентин, Роман и девчонки, в принципе. Но тоже не знаю, потому что вас не знаю, никогда с вами не играла, не могу точно сказать. Корнелия ведет себя более чем спокойно. Это тоже, в принципе, подозрительно. Вот. Вот почему-то верю Пелагею и верю, ну, естественно, Сашке, потому что его очень хорошо знаю. Вот еще верю Алексею, пока. Вот. Ну и, естественно, верю себе. Но, скорее всего, наверное, голосовать я буду против Валентина. Фронтмен группы Горчицы Алексей Лаптев. Мне почему-то в поле подозрения попала Пелагея, потому что она много говорила, если честно. Так вот почему-то мне показалось. Пелагея, говорите. Я просто, на самом деле, всегда много говорю. Но дело не в этом. Почему... Да-да-да. Почему я буду голосовать сейчас за Валю, что Валя мафия? Потому что я, допустим, вот не знаю Сашу, да, но то, даже если мы сейчас ошибаемся, да, те, кто против тебя, да, и говорят, что ты мафия, да, если ты, на самом деле, мирный житель, ты слишком агрессивно себя защищаешь, ты слишком агрессивно себя оправдываешь. И это немножко наводит на то, что ты через чур, ну, чуть-чуть перебарщиваешь, чуть-чуть перебарщиваешь. Вот, собственно, таковы мои подозрения. Я думаю, что это Валя. Пожалуйста, говорите, пьянчиво Лена. Ну, по первому впечатлению, все-таки, у меня подозрение на Романа. Ты не обижайся, что если что. Ну, не знаю, вот мне так показалось. Вторую мафию я пока не вижу или не рассмотрела, не знаю. Дальше говорит Роман Лужный. Кстати, ничего личного. Это ты. Александр, да? Да, да, да. Говорит и показывает Корнелия манго. Говорите. Очень много разных дискуссий, очень много разных разговоров, и все проходят стороной аулу. Присмотритесь. Не нравятся оправдательные разговоры ваши, абсолютно не нравятся. Вы все время пытаетесь оправдывать себя. Это не я, ну, и, 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 вот так вот. Я всегда никогда не говорила, что это не я. Но в любом случае, мне кажется, это не очень хорошо. Поэтому у меня сейчас, на самом деле, есть даже две какие-то предположения, два предположения. Или Валя, или Алла. Но так как мы Аллу, наверное, посмотрим ее на кон, пускай она еще поговорит следующее. Вот, я думаю, что буду голосовать против Валентина. Солистка группы «Горчица Алла» говорите. Мне поменяло свое мнение. Мне до сих пор кажется почему-то, что это Лена. Лена. Записали. На голосование выходит набравшее наибольшее количество голосов. Это Валентин Коп и Якин Александр. Вот теперь, вне зависимости от того, за кого вы голосовали до этого, голосовать вы обязаны за кого-то одного из них. Или Валентин, или Александр. Поднимите маски те, кто считает, что в этом раунде игру должен покинуть Якин Александр. Два голоса. Спасибо, опустите маски. Поднимите маски те, кто считает, что в этом раунде игру покидает Валентин Коп. И голосов должно быть семь. Это так и есть. Спасибо, маски опустите. Давайте посмотрим, насколько вы были правы, выкинув в первом раунде Валентина Копа. Вот, ребят, ну вы просто поступили, не знаю. Ну, надо было еще больше разобраться, потому что вы потеряли... ...мирного жителя. Аплодисменты Валентину. Мафия, я все-таки по-прежнему считаю, что это Саша. Пусть меня даже интуиция, может, и подводит, но вот так. Но теперь наступит ночь, и мафия уберет еще одного мирного жителя. Потому что по ночам мафия не промахивается. Дамы и господа, темнеет, наденьте маски. Внимание! Если вы хотите сами вычислить мафию, просто закройте глаза на время ночи. Мафия работает. Мафия договорилась. Теперь я начинаю перечислять имена всех игроков, сидящих за столом. Как только услышите нужное вам имя, дайте знать. Роман Лужный. Алла, группа «Горчица». Алексей Лаптев, группа «Горчица». Дарья Сагалова. Пелагея. Корнелия Манга. Елена Янчева. Якин Александр. Спасибо, мы поняли. Наступает день. Снимите маски. Да, день наступил для всех, только не для этого игрока. Ночью был убит фронтмен группы «Горчица». Алексей Лаптев. Леша, говорите свою последнюю речь. Я рад, что я умер. Спасибо. Провожаем аплодисментами Алексея Лаптева. Я играл сегодня первый раз. И в процессе начал постепенно понимать правила игры, кто играет. И после того, как мне ночью грохнули, скажем так, я изменил свое мнение. Мне теперь кажется, что одна из мафий, а их должно быть два человека, одна из мафий, мне кажется, это Даша. Даша. Наступил второй день нашей игры. Мирные жители понесли потери. Двое мирных нас покинули. За столом остались пять мирных жителей, двое мафия, которым пока хоть быхны. Продолжаем игру. Время пошло. Вообще, конечно, очень странная потеря. Странная потеря, неожиданная, потому что, вот, ну, наверное, сейчас может какое-то подозрение на меня, потому что, казалось бы, единственный человек, который против меня голосовал в прошлом, да, раунде, это как раз был Леша. Но, ребята, это не я. И у меня есть, собственно, теперь у меня одна кандидатура, на самом деле, это Лена. Я говорила, ну вот не знаю, потому что я вот когда в прошлый раз говорила о том, что какая-то реакция какая-то такая у тебя была. И когда ты говорила, что ты не мафия первый раз, да, ты немножко была в этом не уверена, навела на подозрение. Были у меня подозрения насчет Аллы, но сейчас вот я немножко запуталась, потому что вы все-таки в одной команде. Мне кажется, все равно, ну, своего прямо братика выгонять ты бы не стала, мне кажется. Хотя, с другой стороны, вдруг ты такая коварная и наоборот подумала, что... Я так не подумала, не знаю, вот не знаю. Насчет вот этих двух, мадам, я не знаю. Мне почему-то кажется, что они мирные жители. Хотя, в принципе, опять же, что одна, что другая была бы, конечно, шикарной мафией. Тем более, что у вас есть опыт. Что касается мафии, мне кажется, все-таки это женская половина. Я чувствую, что все-таки есть женщина в этой мафии, как ты сказала. Не думаю, что две, мне кажется, одна. Мальчик и девочка думаешь? Мне кажется, мальчик и девочка. Думаешь, две девочки? Ну смотри, если мальчик и девочка, то тогда это по-любому, значит, роман. Если мы Сашу отнесли. Ну если это Саша! Совет тут, совет. А мы как-то садимые сидим. Ну что вы скажете, как кого, нас, нет? Даш, если Саша, то тогда покончить жизнь с самоубийством. Я вообще тогда, я просто нему шляпу и скажу, что это сам гениальный артист. Что касается Аллы, помните, я на прошлой игре говорила, что нужно присматриваться. Я бы сейчас, наверное, отвела бы взор, потому что не стала бы она своего же в первой же игре. Я думаю, пока нет. Тем более, что он не играл, не умеет. Надо было дать ему его. Тем более, Леша не был бы. Он был бы для мафии опасным. Он не понимал ничего, где он находится, кого искать, кого. Поэтому какая-то была очень бессмысленная, женская какая-то такая. Э, да, типа, убьем, убьем. Я думаю, что, скорее всего, Лена может быть мафией, потому что, во-первых, напротив всей этой, а во-вторых, бездумно как-то убила человека, который абсолютно в чем не понимал. Я согласна. Тем более, мы потеряли двух мальчиков. И все-таки, возможно, да, это дело рук, женских рук. И, не знаю, конечно, мне кажется, что все-таки, я опять повторяюсь, это роман. Да, я прошу настойчиво всех обратить на него внимание, потому что вы как-то обходите стороной. И, возможно, в напарницах у него девушка в мафии. Блондинка должна быть. Ну, вот он хочет, чтобы блондинка должна быть. У тебя в напарницах блондинка должна быть. Так, так. Ну, это мое мнение. Не знаю даже, вот думаю. По поводу женства, да, по поводу, нет, почему есть. Я думаю, что это Дарья, как ни странно. Я почему-то очень верю Пелагею, потому что, наверное, честный артист. Это очень редко встречается вообще в наше время. И не очень верю Даши, потому что она актриса, а быть актрисой это потрясающе. И можно... Значит, я не честный артист. Потому что я не честный человек. Нет, я говорю об актрисе, потому что она может сделать все так, чтобы это было честно и поверить в это на 150%. Так, я чувствую, пришла, пора снимать очки. Друзья мои! Хостик. Так, минуточку. Ну, к нам, давайте еще поговорим. Вот этого я совсем сейчас не могу. Я не говорю, что я подозреваю Дашу. Как ты говоришь? А подозреваешь? Нет, я по поводу Даши не могу сказать абсолютно ничего. Вот не могу, я не знаю, да или нет. Чтоб мы Сашу опять пропустили. Может, поделись своими мыслями. Я вот думаю, что роман... Ну, как я думаю, да, роман. Роман? Как я думаю, да? Да, думаю, роман, да. Но, и вот, Лена. Но, очень странно, да, вот, можно, я просто первый раз играю, да, и поэтому, как, вот, взяли такую позицию, да, то есть мы сидим, как эти подсудимые, да, а вы нас... Просто, а вы нас присуете, да, и поэтому вот, как бы я верю, да, но вот может быть такое офигенное прикрытие, да, вот для мафии, да? Нет, ну, верю, я вас не подозреваю. Надо, чтобы вы думали, вы не просто, вот, он, наверное, а может, он, я смотрю на вас, и я понимаю, что вы не видите, вы не слушаете, что кто говорим. Именно потому, что мы просто играли, мы понимаем, что чем больше ты говоришь, чем больше ты рассуждаешь. Я это понимаю, я просто просматриваю варианты, говорю. Таких сразу убивают, чем больше говорят, чем быстрее убивают. Варианты, варианты, что вариант такой же тоже может быть, такое вот прикрытие. Самое время, действительно, взяться за топоры, вот, за топор первый берется Алла, группа «Горчица». Простите, Лена, это моя навязчивая идея на сегодня. Лена, вы говорите. Я бы хотела сказать свое оправдание. Если бы я была мафией, я бы, наверное, вела себя, вот, прям, очень говорила бы много, и вот так бы не сидела, потому что сейчас я присматриваюсь, мне легче просто вот так вот уйти немножечко в тени, присматриваться со стороны. Нет, я не мафия, это точно, вот, потому что, ну, однозначно, я бы вела себя под рукой. А кто мафия теперь, на ваш взгляд? Я постоянно в своих словах, и я думаю, что это все-таки Роман. Роман, говорите вы. Я, наверное, поддержу Аллу, как ни странно проголосую за Лену. Александр Якин, пожалуйста. У меня вот две кандидатуры, Роман и Лена. Наверное, все-таки Роман, Роман. Роман, записали мы Романа. Послушаем теперь. Роман. 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 Роман.